Великой Отечественной войне Взрывается буквально криками «Ура! Спасибо за победу, Россия!» Дело в том, что город русской воинской славы в этом году впервые вернулся в родную гавань и празднует уже в составе России. Начался парад с того, что по улице Ленина пронесли знамя победы и флаг Российской Федерации. Принимал парад командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко. Дальше с троем прошли курсанты Высшего военно-морского училища имени Нахимова, барабанщики, морские пехотинцы, зенитчики, более тысячи военнослужащих. Ну и, конечно же, главные герои, главные герои сегодняшнего праздника, ветераны Великой Отечественной войны. Впервые за долгие годы проехала и военная техника, БТР-80, бронемашинный «Тигр», боевые машины «Град», зенитно-ракетный комплекс «ОСА», подвижной ракетный комплекс «Бастион». Севастопольцы и гости начали собираться на площади Нахимова еще на рассвете, чтобы занять места. Многие пришли на парад с фотографиями своих отцов и дедов, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Плость Нахимова, вот как и сейчас, буквально торжествует. Во второй половине дня намечен морской и авиационный парад. 9 мая здесь всегда особый праздник. Сегодня город отмечает 69-ю годовщину победы и 70-ю годовщину освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, на парадных бочках в Севастопольской бухте выстроилось 10 кораблей Черноморского флота. На борту каждого из них подняты андреевские флаги и флаги расцвечивания. Замыкает линию морского парада гвардейский ракетный крейсер Москва. Ну и впервые севастопольцы могли подняться на борт барка Крузенштерн, который специально зашел в Севастопольскую бухту, чтобы принять участие в параде. На этом судне уже побывало больше 30 тысяч севастопольцев и гостей. Стоит отметить, что незабываемое авиационное шоу сегодня ожидает севастопольцев и гостей. В небе над Севастополем поднимутся 70 боевых машин, самолеты и вертолеты. Фигуры высшего пилотажа покажут настоящие асы, русские витязи и стрижи. В небе исполнят фигуру высшего пилотажа кубинский бриллиант. Это 9 истребителей пройдут ромбом. Причем стоит отметить, что дистанция между самолетами составит всего 3 метра. Ну а праздничные мероприятия завершатся только ближе к вечеру, ближе к ночи. Большим грандиозным концертом и салютом. Зелечи, говорят, будет незабываемым. Коллеги! Большое спасибо!